и стены расписывать, и маляром быть. Вообще художник очень разноплановая профессия, и скорее я бы даже сказала не профессия, а стиль жизни. Художник это тот, кто умеет нестандартно мыслить, который умеет генерировать идеи, и, собственно говоря, как он это будет воплощать? С помощью фотографий, с помощью видео, с помощью каких-то креативных идей. Это уже дело только техники, которую он освоит. У нас в городе учат только двум профессиям – педагог из ООН и дизайнер. И после этого, соответственно, самый прямой, самый понятный, очевидный путь – это, конечно, пойти по тем профессиям, где тебя учили. Но, конечно, не только этим ограничивается. Ты можешь быть педагогом, личным ассистентом, то есть приходить и проводить какие-то мастер-классы, лично к ученикам приходить, в художественной школе работать, а не только в обычной школе, как многие думают. История искусств как отдельное направление, по нему у нас защищают дипломы. Вполне можно уйти работать в музей, стать искусствоведом. То есть не обязательно даже в музее. Можно как просто писать книги, делать какие-то лекции, семинары. Можно также даже на реставрацию пойти, как тоже вариант работы в музее. Можно быть экскурсоводом. Также дизайнер может быть не только дизайнером, но и, например, креатором, который придумывает целые бренды, которые не просто рисуют какой-то дизайн конкретно, а скорее придумывают стратегию и какие-то интересные фишки. Также можно быть иллюстратором. Собственно говоря, ну даже учиться для этого не нужно, потому что при приеме на такую работу, скажем так, это чаще всего либо фриланс, либо тебя берут по портфолио. Поэтому там нужно просто много рисовать, совершенствовать свои навыки и, собственно говоря, так вы на практике осваиваете свою профессию. Вообще, в принципе, это очень универсальное и образование, и профессия, когда вы сможете и стены расписывать, и маляром быть, и в графический дизайн уйти, и детей учить. И, собственно говоря, выбор только за вами, где вы примените вот эту способность нестандартно мыслить. Все зависит от того, наверное, какой характер и какие есть пожелания. Если хочешь общаться с людьми, то это больше вот работа, где ты что-то рассказываешь, показываешь. Если ты хочешь один на один со своим искусством, то это больше иллюстратор, дизайнер, реставратор тот же. Искусствовед, он может быть как и с людьми, так и индивидуально. То есть он может вести лекции, так и может свои труды писать, собственно говоря, не общаясь с людьми совсем.